На неделе разгорелся скандал вокруг высказывания главы парламента Армении Лена Симоняна, который в интервью российским журналистам, сославшись на мысли армянского общества о том, что Россия сдала Карабах, заявил, что если бы кто-то в Армении собирался что-то сдавать, было несколько вариантов это сделать, включая план Лаврова. В то же время он подчеркнул, что никто ничего не сдавал. Это заявление не поняли в российском медиа. Трудно комментировать то, что существует не в действительности, а в воображении. К таким воображаемым реалиям относится и план Лаврова. Также в МИДе добавили, что нельзя говорить о сдаче, так как речь шла о поэтапном разрешении Нагорно-Карабахского конфликта. В МИД напомнили, что последнюю редакцию плана урегулирования сопредседателя Нинской группы ОБСЕ передали сторонам в июне 2019 года. Предусматривалось возвращение Азербайджану на первом этапе пять районов, на втором – двух в обязательной увязке с определением статуса Нагорного Карабаха. Что касается статуса Нагорного Карабаха, то лежавшие до осени 2020 года на столе переговоров предложения предусматривали буквально следующее – определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем проведения в сроки, согласованные сторонами под эгидой ООН или ОБСЕ, всенародного голосования, выражающего свободное волеизъявление населения Нагорного Карабаха и имеющего юридически обязывающий характер в соответствии с нормами и принципами международного права. Данные предложения, хотя полного согласия не удалось достичь, не отвергли ни в Армении, ни в Азербайджане. В российском МИДе сожалеют, что некоторые армянские политики не только не опровергают абсурдные мысли насчет сдачи России, не принадлежащего ей Нагорного Карабаха, а по сути солидаризуются с подобными безосновательными суждениями. Российские эксперты считают, что такая резкая реакция Москвы говорит о недовольстве политикой Еревана. Сегодняшний неожиданно резкий демарш российского МИДа, адресованный спикеру парламента Армении, на самом деле относится не только и не столько к Алену Симоняну, а отражает растущее раздражение Москвы недоговороспособностью режима Пашиняна и его отказом выполнять те договоренности, которые были достигнуты на недавнем саммите в Сочи. Возможно, в Армении решили подождать саммит в Брюсселе, а вдруг США и Евросоюз что-нибудь да придумают. Очевидно, до Брюссельского саммита Мерцена Еревана никакие сочинские договоренности реализовывать не будет. Очевидно, заручившись поддержкой в той или иной форме Европейского Союза и стоящими за европейцами Соединенными Штатами Америки, Пашиняна и его правительство будут подпределить отказываться от практической реализации как трехсторонних заявлений, так и, в принципе, тех договоренностей, которые были достигнуты в Сочи. Но, как уже говорилось выше, без России решить ключевые вопросы в регионе не получится. А желание Армении выторговать что-то лучшее с помощью западных партнеров может выйти Армении боком.